Я знаю, что Евгений Евстигниев в «Современнике» эту фразу произносил за шнуровые обуви, ботинки. Потому что этот монолог обычно при Горьком произносили с паперки СССР. «Человек» — это звучит гордо, да? Человек — это вообще очень странное существо. И, кстати, непознанное самим собой. Достаточно посмотреть на эти фотографии, чтобы усомниться в нас самих вообще. Мне кажется, вот эти фотографии, которые висят здесь, они требуют досконального изучения, чтобы здесь надо время прийти и посмотреть. Очень многие фотографии здесь сделаны немецкими солдатами. Этот польский профессор рассказывал недавно, что немцы, оказывается, на заборах этого варшавского гетто установили кинохронику. Они снимали, говорит, очень много кинохроники есть в немецких архивах. Они снимали это гетто и потом в немецких журналах показывали, не говоря, что это устроено ими, что это гетто. Вот как евреи отвратительно живут, какие они грязные, как они едят все, что попало. Вот, конечно, здесь очень много проблем. Вот вы, например, знаете о том, что в Варшавском гетто было поднято очень крупное восстание. Слышали. Кто такой Аделевич, кто такой Эйдельман? Здесь ведь есть еще одна проблема. А почему евреи допустили, что они шли как бараны на бойню в эти газовые камеры? А были ли там какие-то случаи сопротивления? А может, умереть, хлопнув дверью? А просто об этом очень мало знают. Но это было. Было. Не говоря уже о проблеме юденратов. В этих гетто были такие органы местного самоуправления. И немцы каждый раз юденрату предъявляли количество выдать на уничтожение. И юденрат решал, кто такие члены юденрата. Это преступники или это люди, которые спасли хотя бы часть. В гетто была еврейская полиция. В гетто был театр. В гетто были школы. Несмотря на жуткую скучность и антисанитарную обстановку такую, мы очень мало знаем, мало кто выжил в этой ситуации. На прошлой неделе, вот я закончу, пожалуйста, ваши вопросы. На прошлой неделе умер Симон Визенталь. Это человек, который прошел 12 немецких концлагерей. И выжил. И посвятил свою жизнь отлову нацистских преступников. Он выловил 1100 нацистов. Он имел звание лорда Англии, выдающиеся награды. Но дело не в этом. Я хочу сказать вам, ребята. Он прожил 96 лет. Я просто воскликнул. Вот когда у человека есть цель. Понимаете, он жил одержимо. Вот после 12 концлагерей выжил. Понимаете, что здоровье его было, мягко говоря, ну, подорвано, да? 96 лет. И среди этих 1100 преступников такие палачи, выдающиеся, в кавычках, так сказать, один из самых организаторов, Адольф Эйкман, которого он отловил в Аргентине. Тот уже давно был Эйкманом. Вот. И израильская разведка его выкрала и судила. Визенталь, кстати, просил не приговаривать его к смертной казни, а показывать, как вот экспонат Холокоста. Он был повешен. Симон Визенталь. Он написал блестящие книги. Они есть у нас в библиотеке. Великолепные книги. Вот когда у человека есть цель. Цель святая, цель, очень благородная цель. Выловить нацистских преступников. Он не смог поймать Бормана. Он шел по следу этих людей. Он не смог выловить Мюллера, вот этого, кстати, шефа гестапо. Ну, некоторые умирали раньше того, что он их поймал. У него была целая сеть агентуры вот этой самой. Ну, это потрясающая жизнь. 96 лет. А Марк Шагал, вот возьмите сейчас выставка в Питере. Кстати, после Холокоста он изменил даже стиль своих картин. Вы знаете, что он сделал после Холокоста? Он проиллюстрировал Библию. Это первый еврей, который сделал иллюстрацию к Библии. Христианской Библии, вот той, вот. Ну, и к мертвым душам, кстати, великолепная иллюстрация. 98 лет прошло. Вот, это вам, так сказать, работал как... Вот, жена его выступала, вторая, первая умерла в 44-м году. Его муза. От зари до зари. Я закончу его стихотворением. Можно? Вот, которое я переписал там и цитирую. Боже мой, за тот покой, который ты поместил в мою душу, спасибо. Боже мой, за ту ясность, которую ты поместил в мою душу, спасибо. Ночь наступает. Я не замкну век. Я буду писать для тебя картины. Боже мой. Вот, человеку нужно две вещи. Покой и ясность. Покой, в смысле, не тот покой, вот, о котором Бруно Ясенский говорит, неравнодушие. А даже если вам вдогонку кричат, что вы вот там... Ну, есть люди, которые у нас сводят счеты с тем, что вот люди начинают заниматься антифашизмом, да? А они сразу становятся врагами чьи-то, да? Так вот, нужна уверенность в себе. Покой. Вот такой. И, конечно, ясность, что было в голове. Вот. Потому что у некоторых, у молодежи каша. К сожалению, иногда вот апатию к Холокосту вызывают даже и вот молодые люди, как бы, этнически очень причастные. Это мы на семинарах об этом говорим. Если у молодежи каша, то страшнее у пожилых, у которых эта каша еще превращается в камень. Если кашу еще можно куда-то двинуть, то камень и все. Ну что же, ваши вопросы пока задают. Я завтра закончил стихами Марка Шагала. Выставка, конечно, потрясающая. Я думаю, не подгибал.